В среду последователи духовной практики Фолуньгун собрались возле китайского посольства в Киеве. Они требуют прекратить гонения на их единомышленников в КНР. Просто если каждый человек хотя бы чуть-чуть обратит внимание на то, что попираются самые основные права человека, хотя бы на это, то есть человеку запрещают быть честным, добрым и терпеливым, и это вообще в корне неправильно. 25 апреля 1999 года около 10 тысяч последователей Фолуньгун съехалось со всего Китая в Пекин с требованием освободить незаконно заключенных последователей Фолуньгун города Тяньцзинь, а также прекратить распространение неправдивой информации о Фолуньгун в СМИ. И хотя тогда китайский премьер пообещал решить вопрос позитивно, 20 июля 1999 года бывший лидер Компартии Китая Тяньцзиминь начал кампанию подавления Фолуньгун, в результате чего сотни тысяч человек были заключены в тюрьмы и трудовые лагеря. До 40 видов пыток зарегистрировала Организация Объединенных Наций. Нам хотелось бы сказать миру, что такие бесчеловечные пытки, которые применяются к практикующим, это просто позор, это геноцид 21 века. Фолуньдафа или Фолуньгун – система совершенствования, в основе которой лежит повышение нравственности, а также пять упражнений. Репрессии начались после того, как китайские власти подсчитали, количество последователей Фолуньгун на тот момент, а это около 100 миллионов человек, значительно превышает количество членов партии – 60 миллионов. «Любой тоталитарный режим хочет не просто владеть людьми, он хочет владеть мыслями людей. И любое мнение, которое не совпадает с официально утверждённым, для него является опасностью. Такие жестокие расправы. Мировая общественность должна как-то объединиться и надавить на Китай для того, чтобы это остановилось». 24 марта западные СМИ, ссылаясь на источник внутри Компартии, сообщили, что китайский премьер-министр Вэнь Цзябао предлагает провести политическую реформу и восстановить права последователей Фолуньгун. Однако группа высших чиновников во главе с Диан Зиминем оказывает этому сопротивление. NTD. Киев. Украина.